Всем привет, с вами Happy Wolf, и это моё очередное видео, где я не объективно оцениваю игры, просто высказываю своё мнение и называю это всё гордым словом обзор. Вчера я сделал небольшой анонс в виде монтажа под музыку, вроде неплохо получилось, если не смотрели, то посмотрите, это предыдущее видео, если что. В общем, ладно, поскольку сейчас на канале идут запоздалые на полгода видео, то на сей раз я упомянул Titanfall, вышедший аж в марте. Не важно на самом деле, когда он вышел, потому что игра у нас пользуется не особой популярностью, судя по загруженности серверов, может кто-то просто упочил релиз, как и я, может кто-то попросту играть не захотел, потому что всё мы это типа уже видели, во всё мы это уже играли, может кому-то шутеры вообще не интересны. У каждого было своё знакомство с данной игрой, но давайте я всё-таки расскажу своё видение мира. Как и в случае с Battlefield 4, я воспользовался бесплатными часами от Origin, чтобы поиграть теперь уже с Титанами. И должен вам сказать, что те несколько часов, проведённые мной в игре, были незабываемы. Вообще, на пробу дается целых 2 дня, это 48 часов, но как бы мне ролик нужно было делать, и до этого ещё монтаж, поэтому особо не разгуляешься. Ну а о более тонких нюансах мы поговорим чуть позже, а пока ещё немножко теории. Titanfall получил крайне высокие оценки от критиков по всему миру. Под крайне высокими оценками я имею в виду 8-9 баллов из 10, то есть это очень даже неплохой результат, и меня это, если честно, насторожило, потому что я видел геймплей в видео, я читал рецензии, и возгласы «Хосподи, 10 из 10 игра года» вообще никак не подходили под видеоряд, который я наблюдал. Но на самом деле все сомнения рассеиваются, как только вы эту игру в первый раз запускаете. Пройдя подробнейшее обучение, вас закидывают в реальный бой, где вы пытаетесь влиться в этот бешеный поток экшена, который представляет из себя бегающих, прыгающих туда-сюда людей, которые куда-то стреляют, что-то там взрывают. Ну и поначалу даже теряешься во всём там непотребстве, но уже минут через 20 чувствуешь себя как в своей тарелке. Такое удовольствие от онлайн-шутера последний раз я получал с выходом третьего Battlefield, при заказ которого я сделал сразу же и не задумываясь. Но в случае с Titanfall получилось всё не так, как я ожидал, игру я обошёл стороной и с обзором затянул вот до этого самого момента, наверное, всё-таки зря. Titanfall разрабатывался компанией Respawn Entertainment, это бывшие участники всем известной компании Infinity Wars, которые трудились над лучшими Call of Duty в минувших лет. Но в один момент они рассорились с Activision и ушли к Electronic Arts делать свою Call of Duty с Blackjack'ом и роботами. Но тут опять не всё так просто. Я думаю, что не надо говорить о том, что была проделана просто колоссальная работа над ошибками, над ошибками всех предыдущих частей Call of Duty. Были добавлены всякие прыжки по стенам, перманентная невидимость у любого класса, джетпаки и огромные человекоподобные роботы, пилотировать которых одно удовольствие. Ну и из всего этого, собственно, получилась новая игра. Грубо говоря, ребята просто посмотрели на все свои недочёты, работая под крылом Activision и решили превзойти самих себя. Именно поэтому с первого взгляда Titanfall очень похож на Call of Duty, но только с роботами и чуть более замедленной динамикой игры. Этими фактами постоянно жонглируют те, кто посмотрели видео на ютубе, поняли, что игра полное говно и решили в неё не играть. Причём тот факт, что игра могла кому-то понравиться, а им не понравиться, они не рассматривают. Мне лично самому никогда не нравилась та плоскость, в которой проходили бои в Call of Duty, у меня просто голова пухнет, и я не успеваю ничего сделать, прежде чем умру. Это я понял ещё когда играл в мультиплеер Modern Warfare 2, бог знает в каком году. Но в Titanfall получилось всё именно так, как я и хотел. За те несколько часов, что я провёл в игре, я несколько раз был на первом месте в таблице лидеров, я редко умирал, я великолепно знал все повадки своего Титана, и даже если мы не побеждали, то шли хотя бы нос к носу, потому что я реально делал всё, что только мог. Играл я, к слову, за Титана Танка, который, на мой взгляд, идеально подходит новичкам. В общем, говоря простым языком, Titanfall это не Call of Duty, и это не Хоукен. Кто не знает, Хоукен это вообще отдельная игра про механических роботов, в Steam она вроде есть, можете посмотреть. Titanfall это скорее что-то среднее между этими двумя играми, но в то же время абсолютно новое и с полностью переработанным балансом. То есть задротов в одиночку выкашивающих всех ножом, как это было в Call of Duty, вы тут не встретите. И обвешанных ракетницами мехов за 30 тысяч кредитов тоже. Поэтому данную игру можно порекомендовать вообще кому угодно, хоть тем самым журналистам, которые не могли написать вовремя рецензии на Titanfall, потому что их постоянно убивали. Я не понимаю, что там с ними делали, я за буквально 3 часа всё освоил, при том, что ни в Call of Duty, ни в Battlefield 4, ни в Counter-Strike играть не умею вовсе. Но все остальные сетевые игры, к слову, тоже. Ну ладно, даже если вы такой же косолапый, как я, то давайте забудем на секундочку печальное прошлое и попробуем начать знакомство с сетевыми стрелялками заново. Благо у вас ещё есть целых 48 бесплатных часов впереди. Разберём типичный бой в режиме истребления. Кажется, так он называется, в общем, самый первый режим. Длится данное соитие не больше 9 минут. Цель – уничтожить вражеских пилотов и в то же время вооружённых солдат-ботов, которые постоянно респаунятся. Всё это будет происходить до тех пор, пока общий счётчик очков не доберётся до 300. Затем прилетает спасательный шаттл, и если ваша команда первая набрала необходимое количество очков, то этот шаттл нужно уничтожить, дабы не дать врагам эвакуироваться. Если же ваша команда проиграла, то нетрудно догадаться, что в этот шаттл нужно попытаться залезть самим и улететь домой. Вот, собственно, и всё. Большую часть времени я играл именно в этом режиме, но также помимо этого есть захват флага, режим одной жизни, награда за голову, режим без титанов, режим только в титанах, эээ, перманентная смерть и прочее-прочее. И во все эти режимы на самом деле интереснее играть, чем может казаться. Поэтому лучше один раз сыграть самому и сформировать своё собственное мнение, чем опираться на какие-то рецензии, обзоры и прочие посторонние источники. Тут уже дело вкуса, как говорится. Теперь поговорим о главной фишке игры, а именно о титана. В игре действует тотальное равноправие, и поуправлять дорогостоящей игрушкой, обвешанной пушками, может абсолютно каждый. Это не зависит от вашего скилла или от уровня персонажа и так далее. Если в Call of Duty вам нужно надрачивать киллстрики, чтобы получить какой-то бонус, то тут достаточно подождать буквально пару минут, и ваш роботизированный бонус сам прилетит с неба туда, куда вы ему прикажете. Причём титан это не какой-то кусок говна, который разваливается за 20 секунд, который нужно чинить, апгрейдить, оберегать до 18 лет. Титан это великолепный боевой юнит, который даже в неумелых руках будет полезен в бою. И уж если вы разобрались, как тут что работает, то начинается настоящий карнавал. Титан может убить игрока без титана с одного выстрела. Игрок в свою очередь может спрятаться от неповоротливой махины и из-за угла стрелять вооружившейся самонаводящейся ракетницей. Или обнаглеть окончательно, залезть титану на спину и начать расстреливать его двигатели. Титан в свою очередь может активировать дым, который наездника отравит, или пилот титана лично вылезет настучать по башке нежелательному гостю. Затем этот игрок вызывает собственного титана и уже идет искать своего обидчика. Он его находит, в рукопашную ломает ему кабину, из этой кабины вырывает пилота и швыряет его в стену. Все эти нюансы, конечно, не будут вам видны поначалу, но со временем ты разбираешься, что в игре как работает, и за это, конечно, можно поставить большой плюс. Всего титанов в игре три вида. Это облегченный, нормальный и бронированный. От того, какую машину вы выбрали, будет зависеть ваша тактика, поведение на поле боя, вооружение, ну и все такое прочее. Лично я для себя выбрал именно бронированного робота, потому что, я повторюсь, он отлично подойдет для обучения. У него большой запас брони, у него великолепная огневая мощь, блокировка летящих вас снарядов, активируемые дополнительные щиты. Все это доступно с самого начала, но, по крайней мере, в режиме бесплатных минут от Origin. И, помимо этого, у титанов есть разблокируемые перки и активные способности, в которых я, к сожалению, так и не разобрался, но знаю, что играть можно прекрасно и без всяких там анлоков. Что поможет вам наверняка, так это ядерная катапульта. Она доступна на бронированном титане с самого начала, и если вас зажали в угол и смерть неизбежна, то достаточно просто активировать самоликвидацию и вылететь из обреченного титана, аки из пушки куда-то в небо, оставив вашим несчастным врагам всего пару секунд на спасение. Ничего более разрушительного, чем данный скилл в игре я не находил, но я не отрицаю, что может быть что-то и есть. Далее поговорим о картах. Всего их в игре 15, и еще открывается несколько, если покупать дополнения. Карты по-своему интересны, разнообразны, но все это великолепие радует глаз только поначалу, потому что расстояния не такие огромные, как хотелось бы, и играют там всего 8 на 8 игроков. Не знаю, плохо это или хорошо, и очень жаль, что мне попадались одни и те же карты, и как выбирать их я так и не понял, поэтому времени, отведенного на игру, попросту не хватило, чтобы побывать везде, а ждать, когда волею судьбы кто-нибудь выберет локацию, которую ты еще не видел, ну, тут повезет, не повезет. Напоследок я решил оставить такие вещи, как оружие, перки и прочее-прочее. В Titanfall присутствует неплохая кастомизация своего персонажа, своего Титана, в этом плане очень сильно чувствуется влияние Call of Duty, потому что даже меню выбора экипировки схоже. Оружие в игре не так, чтобы навалом, но есть из чего выбрать, там и футуристические хреновины, стреляющие не весь чем, и вполне себе обычные карабины и штурмовые винтовки, пистолеты, все что угодно. Все это разблокируется само собой по ходу игры за выполнение различных заданий, но в принципе вам это не очень-то и нужно, потому что в пробном режиме вы будете убивать и со стандартными пушками, у вас просто не будет времени копаться в настройках. Там жмете два раза окей, и вы уже несетесь в сражение. Титана тоже можно прокачать как только пожелаете, можно углубиться в защитный режим, можно наоборот пожертвовать всем и сделать смертоносного разрушителя, который там будет испепелять врагов, но при этом ломаться от дуновения ветра. Тут я уже советую вам опираться на свой личный стиль игры. Помимо этого есть различные перки, типа увеличение скорости бега себя любимого, увеличение брони любимого Титана, нашивки, покраска, выбор голоса озвучки вашего командира, который будет болтать под руку хоть на французском, хоть на китайском. В этом плане разработчики постарались на славу, и в промежутках между сражениями можно как бы посидеть там, углубиться, так сказать, и настроить любые атрибуты, какие только пожелаете. В итоге, как все это можно охарактеризовать? Titanfall это несравнимый по количеству экшена шутер, я таких давно не видел, его не надо сравнивать ни с чем другим, и уж тем более с всем надоевшей Call of Duty, потому что разработчики может одни и те же были, но тем не менее в Titanfall прямо крупными буквами написано, это другая игра и хватит нас сравнивать. Попробуйте сами как бы поиграть в бесплатном режиме и сформируйте свое мнение. Конечно, не все оценят то мясо, которое ежесекундно творится на экране, но лично мне в этой игре все понравилось, наверное, кроме разве что цены. И если вы в Titanfall вообще еще ни разу не играли, то бесплатные минуты от Origin как раз то, что нужно для того, чтобы окинуть игру, так сказать, первым взглядом. На мой взгляд оценки в игре вовсе не завышены, и как бы она по-любому заслуживает внимания, на этом я думаю можно поставить точку. С вами был Хэппи Вульф, как всегда спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok